привет еще раз добро пожаловать и сейчас я буду отвечать на ваши вопросы первый вопрос катя имя фамилии если фамилия невесты хорошая фамилия жениха не очень ста стали ли вы короче нужно ли брать фамилию почему сменила я фамилию я уже отвечал на этот вопрос на самом деле я сменила фамилию потому что я вступила в рот своего мужа когда мы выходим замуж это не просто формальность выступаем в рот нашего мужа и это значит что это значит что теперь мы не принадлежим той фамилии и оставлять прошлую фамилию смысла нет созвучная на или несозвучная в этом нет никакого смысла моей ситуации так как у меня есть привет катерина дорохова мы оставили у нас сознательно оставили мне фамилию именно как всегда ним да я на самом деле татаринова я не dorohala но так как у меня станический образ такой бараха поэтому вы все меня знаете как дорогого и так будет всегда но на самом деле я не дорог у этой номера это примерно как вы знаете певица валерия у на самом деле другое имя но она выступает как бы я бы сменила свою фамилию несмотря ни на что какая фамилия моего мужа не было потому что я выхожу замужем если я оставляю свою фамилию то это как бы непонятно знаете чтобы действительно стать замужем нужно полностью доверить себя этому мужчине если вы не планируете доверять себе это мужчине зачем тогда выходить за него замуж дальше как вы относитесь к астрологии я хорошо отношусь к астрологии ведической то есть если я буду вам советовать то это не будет астролог который пишет прогноз для журнала бог или косма то есть нет это все-таки глубокая наука и я бы вам посоветовала обратиться к клинической астрологии я сама ее уважаю и сама да я делаю себе прогнозы но знаете как для людей которые занимаются духовной практикой карма она меняется то есть вы молитесь и вас сжигается кармические реакции ваши и соответственно карма меняется поэтому я конечно же делаю астрологический прогноз на свою жизнь но при этом я понимаю что что-то будет меняться и да действительно у меня в жизни не так как она вы в прогнозе у меня лучше дальше расскажите как контролировать сексуальную энергию и как быть если муж хочет часто интимной близости а жена понимает что это не на пользу это вопрос не решаемый за один день то есть если ваш муж привык каждый день например а вы понимаете что это не нормальная ситуация то как минимум это должно начинаться с разговоров когда вы объясняете свою позицию говорите что для вас но это неприемлемо или что можно и реже или например объясняю ему что если вы будете делать это реже то у вас будет обостряться чувство это очень простая схема когда вы удовлетворяете свои чувства например вот есть очень вкусный торт очень вкусный торт прямо любимый торт но девочки сколько тортов подряд вы сможете съесть один максимум два кусочка то есть когда мы видим тортом кажется о боже я буду там наслаждаться им всю жизнь и также с мужчиной да то есть мужчине можно просто донести эту идею не надо никого насиловать просто объяснить позицию и опять же объяснять как что вы просто делитесь своим мнением что вы там думаете еще один вариант это а вот что вы думаете да там про тортик рассказать историю и наверняка ваш муж или мужчина сам замечал такую историю когда вот если впервые уезжали куда-то раздавались потом встречались и то это были более яркие чувства поэтому чтобы вообще это кстати секрет для сохранения отношений если вы хотите сохранить свои отношения тот самого начала нужно контролировать сексуальную энергию в семье то есть не должно быть без контрольных интимных отношений ну это основа правда если вы будете ну как кролики да как бы то у вас присосятся чувства чувства они имеют такое свойство присоещение вы не сможете наслаждаться постоянно регулярно одним и тем же тортом поэтому сейчас вот и есть проблемы разводов глобально потому что люди они хотят максимум получить и без разума и для того чтобы все таки иметь успех в семейных отношениях нужно контролировать эту сексуальную энергию это ну разумно так вот как быть значит первый вариант это рассказать ну вообще что надо изначально сделать это рассказать а второе это вдохновение то есть подсунуть не знаю чтобы он либо посмотрел либо что-то послушал да чтобы кто-то что-то ему посоветовал рассказал то есть какое-то общение потому что когда человек начинает общаться с какими-то более возвышенными людьми то у него естественно меняется свое мировоззрение но вы поймите самую главную вещь что вы для мужа не авторитет если вы для него авторитет то что-то не так с вашим мужем потому что мужчина всегда должен быть кто-то выше кто-то круче чем вы потому что вы все-таки на ступень ниже вы женщина и мне кажется это естественно элементарная ситуация когда девушка она находится под защитой да если вы снимаете положение главной семье то вы просто потеряете все свои силы и вам надоест эта вся история вы перестанете уважать этого мужчину поэтому изначально старайтесь строить отношения чтобы муж был над вами даже если он меньше зарабатывать даже если он менее там успешный даже если он там то-то-то выравнивайте выравнивайте постепенно на вашу ситуацию до вы говорили что нужно узнать свою конституцию чтобы определить какие продукты подходят а какие нет как ее определить одной консультации в отреи будет достаточно 10 вот речь от рейд рвета клиника в которой я проходила консультации лечения делала бенчик арма до чтобы определить консультацию достаточно всего одной консультации в клинике отреи аюрведа ну и вообще у любого а юридического доктора потому что это я не советую обращаться к тестам которые в интернете потому что все таки во первых это должен быть профессионал а во вторых это всегда прилично то есть через интернет будет очень тяжело определить вы должны человек доктор на вас должен посмотреть на состояние зрачков состояние зубов какие у вас например у меня определяющая ширина там запястья не широкая кость то есть это какой-то определяющая капхи да и тогда какие-то такие тонкости которые тест вам не поможет поэтому идите к доктору и даже не раздумывайте об этом но одной консультации достаточно это правда и как бы вам нужно пройти консультацию такую где вам распишем диету посмотрите как понять что успешная консультация вам должны определить какой конституции вы относитесь ваша прокрития то есть что изначально ваше положение где вы сейчас то есть возможно ваши дождь сейчас в нездоровом положении и они нарушены то есть вам нужно сбалансировать свое питание тогда вы нормализуете свой здоровье то есть вас по итогу должна быть диетой четкое понимание куда вам двигаться что вам нужно избегать своей жизни по продуктам на что кушать Молодой человек позвал замуж, но настаивает на скромной росписи, без банкета, и уехать в тот же день в путешествие. Что делать? Ведь традиция есть традиция. До этого жили в гражданском браке. В чем именно вопрос? Здесь у меня немножко непонятно, потому что... Тут вопрос в том, что скромная свадьба, вы хотите пышную, или в том, что вы жили в гражданском браке, что значит? Ну, допустим, здесь имеется в виду, что вы хотите пышную свадьбу, а ваш мужчина хочет только скромников. Девочки, мои дорогие, открою вам секрет. Все мужчины хотят скромную свадьбу, а все девочки хотят пышную. Это ни для кого абсолютно не новость, поэтому ни вы первые, ни вы последние. Можете расслабиться и просто вдохновлять. Вдохновляйте, говорите о своих желаниях, чего вы хотите. Потому что, ну, даже у меня, если бы я не рассказала о том, чего я хочу и о чем мечтаю, мы бы расписались и уехали в путешествие. Потому что мужчина, он очень практичный. Для него непрактично созывать толпу гостей, кормить их, да, для него практично получить удовольствие с вами, с вами любимый, прекрасный фейн, да. Поэтому, ну, относитесь к этому спокойнее. Все мужчины такие. Просто рассказывайте о том, что вы хотите, какая ваша мечта. Потому что мужчина, он прежде всего воплощает ваши желания, понимаете. У мужчины нет другой задачи. То есть, понятно, у него еще есть свои желания. Но когда рядом недовольная, несчастная женщина, то у него одно желание сделать счастливой ее рядом. Потому что именно от женщины он питается, от ее энергии счастья. И поэтому будьте счастливы в этом браке, в этой семье. Вообще, ну, не то чтобы добивайтесь своего. То есть, вы поймите, чего вы хотите и донесите это. Потому что иногда действительно может быть разумнее расписаться и поехать. Но для меня было важно, чтобы это была семья, чтобы все пообщались, чтобы все благословили нас. И я об этом рассказала мужу. И он вдохновился. Он вдохновился, потому что я вдохновленно рассказывала о том, что в этом прекрасного, и почему это так важно для меня. Катерина, как правильно ждать встречи с будущим мужем? Как правильно ждать встречи с будущим мужем? Что нужно сделать? Быть красивой. Красивой как быть? Ухаживать за собой. Ухаживать за своими волосами. Чтобы все волосы были здоровые. Чтобы кожа была красивая, сияющая. Вовремя питаться. Рано вставать. Благоухать. Развиваться каким-то образом. Творчество. Шить. Вышивать. Танцевать. Заняться йогой. Ходить на выставки. В театры. Жить полной прекрасной жизнью. Такой, как вот, ну вот знаете, полный в том плане, что вы поймите, вы обязательно выйдете замуж. Но этот период, когда вы еще не замужняя такая вся сама по себе, ну сама по себе я имею в виду, по крайней мере это не муж, да, за которым нужно все время. Ухаживать, да, заботиться о нем, то вы очень сильно свободны и вы можете себе многое позволить. Не спрашивать, да, там разрешение у мужа, например, пойти куда-то в кафе, там, я не знаю, куда-нибудь ходить. Вот, но развивайтесь творчески и знаете, что не нужно делать? Ни в коем случае не нужно вот приходить в кафе и сидеть вот так вот высматривать себе жениха или там в любом месте пытаться найти, познакомиться. Нет, нужно просто быть. Понимаете, смотрите, мужчина, он действует, ему нужен результат, он работает, то есть ему нужно, он видит цель, не видит препятствия. Женщина, она в настоящем. Если женщина не в настоящем, то в настоящем никого нет, потому что мужчина всегда в будущем. Что вам нужно сделать? А вам нужно быть настоящим. Вот она, я, прекрасная, замечательная, счастливая, любите меня, так как вы. Вот в этом состоянии мужчина и привлекается женщиной, когда она сама довольна собой и ей есть чем поделиться. А делиться чем? Делиться настроением счастья, умиротворением. Вот. Потому что, как бы, мужчина, он не влюбляется в губы, не влюбляется в грудь и в попу. Вот, и это замечает. А влюбляется он в ваше состояние. Следующий вопрос. Екатерина, скажите, как прошли ваши годы обучения в университете? Ведь порой возникают мысли, что женщине вообще образование не нужно, что совсем это не важно, но знания ведь нужны. Как вы справились с этой системой, ритмом и обязанностью все сдавать, но по нормам в срок. Я изначально выбрала творческую профессию. Я училась в университете, факультет филологии и журналистики. И у нас очень много лекций проводили какие-то шоумены, какие-то там журналисты. И все так было очень мило, прекрасно. Мы разбирали всякие там глянцевые журналы на учебе. Были много творческих проектов. Поэтому, девчонки, выбирайте какие-нибудь творческие профессии, где не надо вычислять какие-то сложные математические расчеты. Это мой вам совет. Потому что, конечно, в современном мире некоторое образование нужно. Не обязательно это 5 лет и не обязательно это высшее образование. Возможно, вы пойдете на какой-нибудь, например, годичный курс обучения интенсивного дизайна. Есть такие истории, например, чтобы шить одежду. Пошли, изучили, какой-то вечерний. То есть вам не нужно высшее, возможно. Потому что мне, например, да, высшее образование дало мне очень многое. Расширение кругозора, как бы, многие знания и так далее, и так далее. Культура речи, то та же самая. Не знаю, насколько я ей пользуюсь, но понятия есть. И, то есть, многие-многие вещи. Но это не ключевое в моей жизни. И они мне никак, эти знания, не помогли выйти замуж, быть любимой, построить свой быт. Поэтому, ну, поэтому мой совет, изучайте именно то, что вам надо. И найдите себе какое-то творческое обучение. А в срок надо сдавать. И, на самом деле, вот касаемо сдачи экзаменов, нормативов, там, сроков, вы поймите, что это даже не касательно, ну, как сказать, дело не в университете. Дело в том, что вам по жизни необходимо будет какие-то вещи делать в срок. Будь то ваш, например, заказ. Даже если вы не, ну, допустим, вы там сделали все по-женски, значит, у вас нет привязки, вы не работаете в офисе. Но, допустим, вы делаете что-то на заказ, и у вас есть определенный срок. Клиент ждет, ну, и так далее. То есть, это дисциплина. Дисциплина, она не относится ни к мужскому, ни к женскому. Дисциплина, она должна быть. Дисциплина, она в первую очередь начинается с режима дня, понимаете? То есть, если вы не наладили свой режим дня, то никакой дисциплины речи не может быть. Так что справиться с системой нужно уметь, да. Учиться надо, и это не бесполезно. То есть, бесполезно, возможно, будут какие-то социальные статистики, данные по социологии, возможно, будут вам бесполезны. Но полезны сто процентов вам будут дисциплину соблюдать. Дисциплину в своей жизни она должна быть. Не нужно быть клушками, как говорит мой муж на меня, когда я делаю всякую ерунду. Катерина, сейчас многие мужчины, ну или только я с такими имею знакомство, не желают жену, которая бы сидела дома и не работала бы во внешнем мире. А я как бы не хочу работать. Что делать? Что делать? Вам нужно понять, почему вы не хотите работать и что для вас работает. У мужчины ведь тоже могут быть разные мотивы. Первый мотив – он хочет, чтобы женщина деньги приносила. Второй мотив – он видит перед собой жен своих коллег по бизнесу и видит, что женщина, которая не работает, она сидит и, короче, с ней скучно. Она ничего не делает. Женственность – это не то. Запомните. Женственность – ваё понимание. То есть нужно развиваться, заниматься. Поэтому, возможно, как раз-таки ваши какие-то проекты внешние, они будут вот этой вот работой, с его позицией. Понимаете, работа, она ведь может быть разная. Я против работ в офисе, когда женщина в пять дней в неделю сидит там с девяти до девяти. У меня тоже есть работа, и у меня тоже есть проекты, и я очень сильно загружена. При этом я могу себе позволить какое-то время распланировать, понимаете, там какие-то встречи назначить так, чтобы мой быт был теплее, в уюте, чтобы всё было прекрасно там в семье. Смотрите, значит, если это момент, когда мужчина хочет, чтобы деньги зарабатывали, то это надо просто общаться и разговаривать, и доносить свою позицию. Потому что многие мужчины, им пока не объяснишь, они как бы не понимают. Но объяснить-то как? По-женски. Короче, не должно быть это проблемой. Займитесь творчеством, и, возможно, ваше творчество станет это реализацией. Мужчина чаще всего, нормальный мужчина, он не хочет, чтобы вы были скучной женщиной. И если вы внутри семьи раскрываете все свои пять ролей, какие роли? Те, кто были на моих семинарах, вы должны сейчас у себя, сидя, где вы там находитесь, сказать мне, я вас слушаю. Любовница, сестра, дочь, мать, супруга и всё опять. Вот эти энергии нужно разобрать, как с ними работать, что это такое, как это вот воплощать. И тогда, если вы будете полноценной женщиной, мужчине вообще не надо, чтобы вы где-то работали, понимаете? Это мужчине важно, чтобы вы не были скучным человеком. А скучность, ну, это знаете какая? Которая придумала, что женственность — это платьишки в этиточки. И она сидит теперь на диванчике, рожать не хочет, да, там, или не может, не знаю. Но, в общем, ей делать нечего. Дома она там прибралась, и, может, она вообще не прибирается. Но она не относится к своему быту как к творчеству, как к любви, как к заботе. И она начинает скисать. Таким тухлым огурцом становится, понимаете? И с ней просто невыносимо жить. Она всё время хочет получить энергию от мужа. А это бред, понимаете? Энергию мы берём не от мужа. Мы вместе одно целое. А энергию мы берём от Бога, от того, что мы развиваемся духовно, прежде всего, и развиваемся по-женски. Развиваем, что такое я, кто я такая, почему я здесь, что мне надо делать, чем заниматься. Как преодолеть страх перед замужеством? С молодым человеком вместе давно живём сейчас в соседних общежитиях. Я всё веду его к замужеству. Ну вот дошло до него всё резное намерение, а мне страшно. И хочется дать задний ход и бежать домой к маме. Как это преодолеть? С мамой о браке боюсь говорить. Фуф. А что вас беспокоит? Хотели замуж, получили замуж. В чём проблема? Какой страх может быть? Даже счастье прекрасное. Я безумно была счастлива, когда я вышла замуж. И это такое спокойствие, господи. Вот мне не было раньше такого спокойствия. Поэтому если вы, милая матросова Лекс, если вы слушаете меня, о чём вам беспокоиться? Замужем? Спокойно. Что переживать теперь, когда в луже вы ходите замуж? Это большое счастье, и вы на правильном пути. Нет, женщине ничего лучше, чем выйти замуж, быть под защитой добропорядочного мужчины. Будьте счастливы. Ну правда, ну ничего вы, господи, развели. Не бойтесь, не бойтесь замужества. Бойтесь остаться одной, никому не нужной. Отчего бояться-то замужества? Уроки всё равно придут. Помогите, пожалуйста. Вы всегда говорили о том, что для замужества не стоит пробовать жить вместе. Но что делать, если вместе с молодым человеком своим я уже живу 3 года. Но замуж звать меня он не спешит. И даже кажется, что совсем не собирается. Говорит, у нас же и так всё хорошо, зачем эта свадьба? А мне очень хочется быть за ним, его женой, единственной на всю жизнь. Быть уверенной в будущем. Подскажите, как себя вести, чтобы он поменял своё мнение. Хм, как же нам себя вести, чтобы он поменял своё мнение. Первое на первое. Давайте запомним одну простую вещь. Мужчина ничего не меняет, а то, что работает. То, что работает, оно будет всегда работать, поэтому мы ничего не меняем. Спасибо большое. Мне принесли кое-что вкусное. Ладно. Не меняет. Чтобы изменить, нужно чего-то лишить, чтобы оно не так вкусно работало. Поэтому хотите, чтобы вас взяли в жёны. Ну, понятно, что вы начудили уже. Ну, понятно, что вы там повели себя неправильно. Но что делать? Можно начать разговаривать и как бы доносить свою идею. И что ещё можно делать? Можно перестать, например, вкусно готовить. Такой радикальный метод, да? Перестать за интимную близость как бы, да, вступать. Ну, это всё, конечно, такие методы, которые нужно делать очень мудро. Если вы просто перестанете всё делать, и он такой скажет, «Ты что, меня разлюбила», да, там, или что-то из серии такого, а вы ему объясняете, что я хочу для мужа. Не могу! Не могу я! Хочу для мужа! Вот. И я бы очень хотела... Ну, то есть, понятно, что не надо как бы усугублять ситуацию, если, например, так всё как бы тяжело. Но вы должны для себя понять и... Ну, понятно, что если вы занимаетесь сексом, то вы не можете уже говорить радикально. Вы уже на той стороне, да, вы уже переплыли реку. Но всё равно вы имеете право. Вы имеете право желать и иметь то, что вы хотите. И поэтому можно либо серьёзно поговорить... Вообще, на самом деле, мне кажется, что любые отдыхватные отношения это предполагают. То есть вы просто садитесь с человеком и говорите, мне нужно поговорить, и я хочу это обсудить. Я как-то вот чувствую, что мне это необходимо. Мы с тобой там столько лет уже вместе, я тебя очень сильно люблю. Но я чувствую, что моё отношение, вот как-то я не могу глубже развиваться именно в своём дарении себя тебе, пока мы не женаты. Да, это всё формально, я согласна, но не могу. Вот я чувствую, но не могу. Вот не может со мной. Я прямо с ума схожу. И нужно передать именно умонастроение, такое чувство, что вы несчастны именно только потому, что это вот эта формальность глупая. И как бы он прекрасен, с ним всё супер, это не его проблема абсолютно. То есть как бы просто вы не можете быть так. Я так не могу больше, да? Как бы вот я чувствую себя несчастной именно поэтому, да? Такое как бы, понимаете, в разговоре с мужчиной важно передать именно, что вы чувствуете, а не то, что он неправ, например, или что он сделал много ошибок. Но я уверена, что каждая женщина, она обязана говорить. И если, например, вы до этого ещё не говорили о сокровенном, начните. Начните говорить, начните открывать сердце, потому что всё-таки главная особенность женщины, почему вот эти отношения между женой и мужем, они такие сокровенные, потому что в них говорится о сокровенном. Они очень близкие, это открытые сердца. Если вы сердца не открываете друг к другу, то вы, ну, лучше же иллюзия. И ваш брак не протянет. Вам нужно открывать свои сердца и завязываться вот именно на таких сокровенных отношениях, понимаете? А это дело не одного дня. Подскажите, пожалуйста, как решиться уйти с работы? Чувствую, что пока работаю на этом месте, я руководитель отдела маркетинга, я застряла на одном уровне в плане духовного роста. И окружение не то, и энергии, которые там присутствуют. Да ему уже хочется помогать, вдохновлять на рост, но всё не могу решить. Чего-то боюсь, наверное. Ну, наверное. Если вы боитесь, то нужно просто, смотрите, главный принцип в жизни не отказываться от негативного, а заменять позитивного. Представьте свою жизнь без этой работы. Чего вы будете делать? То есть нужно понимать, чем вы будете заниматься. Уходить просто и как бы в никуда тоже, мне кажется, это можно. Это делают многие, и это у многих работает, но мне кажется, это не сильно лучший вариант. То есть можно лучше придумать, потому что, когда вы планируете свой уход с работы, то вам нужно представить свою жизнь без этой работы. Что вы будете делать в то время, когда вы раньше работали? О чём вы думаете? Куда вы двигаетесь? Какие у вас цели? Цели должны быть у всех. Мужчина вы или женщина. Работаете вы или не работаете. Цели должны быть у всех. Абсолютно. Если вы, например, принимаете образ жизни нравственной такой целомудренной женщины, которая следует за мужем, то вам необходимо понять, в чём заключается ваша деятельность, в чём заключается ваша жизнь. И тогда, когда вы увидите эту картинку, картинка, которая вас манит, привлекает, зовёт пойти с собой, то у вас не останется вопроса, уходить или не уходить, потому что вы теперь знаете, чем вы будете заниматься. Понимаете? Есть вариант ещё просто психануть и уйти. Такое тоже можно сделать, но мне кажется, это исключительные варианты. Например, когда женщина, она чувствует всё просто, если я даже здесь задержусь, то сил моих больше не будет вообще ни на что в жизни. Но я ещё не вижу пока себя, что я буду делать дальше. Такое тоже может быть. Но в любом случае бояться не стоит. Нужно просто продумать, что вы будете делать дальше. Элементарный план жизни. Конечно, конечно, когда вы работаете 5 дней в неделю с 9 до 9, вам сложно будет духовно развиваться. На духовную практику нужно время, естественно. И поэтому сами думайте, что вам в приоритете. Вы хотите духовно развиваться или вы хотите, не знаю, повысить зарплату. Что делать, если в последнее время чувствую какую-то апатию, не совсем нет энергии? Расскажите, пожалуйста, как вы приучили... А, это уже второе. Короче, тут несколько вопросов в одном. Так, несколько вопросов в одном. Что делать, если апатия и нет энергии? Апатия и нет энергии. Где брать? Встаем до 6 утра, читаем молитву, и жизнь прекрасна. У нас вырождается апатия от отсутствия мотивации и вдохновения, энтузиазма жить. Пропадает энтузиазм жить, когда мы не знаем для чего, когда у нас нет ничего интересного в жизни, когда мы потерялись. Все очень просто. И, соответственно, чтобы уйти от апатии, нужно что сделать? Изменить что-то в своем образе жизни и найти какую-то цель в своей жизни. Не можно так целиться на какие-то низкие, какие-то мелкие вещи. Нужно ставить крупнее. Например, достичь Бога. То есть наладить отношения с Ним. Например, родить ребенка здорового. Вот смотрите, если у вас более серьезная цель в жизни, то она вас мотивирует что-то делать. Например, родить здорового ребенка. Что вы будете делать, если у вас задача родить здорового ребенка? Вы не будете пить алкоголь. Вы не будете курить. Вы не будете там есть мясо, и это уже более высокое. Это как бы, ну, ладно, допустим. Вы не будете поздно ложиться. Вы будете рано вставать, потому что вам нужно здоровое тело, которое захочет принять ребенка в свое лоно. Потому что сейчас много женщин, которые не могут родить, а не могут родить они, потому что их лоно, оно не готово, чтобы там кто-то поселился. То есть нужно менять образ жизни. Что вы будете еще делать? Вы будете изучать, как принять ребеночка, как его воспитывать. Будете ходить на какие-то семинарчики. Будете там слушать какие-то лекции. Общаться с мамочками, выходить на площадку, знакомиться с мамуликами такими, у которых вот такие вот ангелочки-пусечки и так далее. То есть у вас будет определенный род деятельности, какое-то вдохновение. То есть там отношения будете развивать и так далее. То есть нужна высокая цель, во-первых. То есть энтузиазм, чтобы был энтузиазм. И для начала, что я самое первое вам рекомендую сделать, попробуйте в своей жизни вставать до шести утра и читать какие-нибудь молитвы. Сто процентов практически. Ну ладно, может быть девяносто девять процентов. Люди, они просто голова начинает иначе работать. Просто переключение. Просто переключается вообще жизнь. Когда ты встаешь раньше шести утра, утром помолился. Ну знаете, я очень вам советую послушать, например, молитвы оптинских старцев. Очень классная аудиозапись. Просто вбейте ВКонтакте молитвы оптинских старцев. Она очень сильно вдохновляет. То есть даже если вы идете не через Бога, а через какие-то там, не знаю, мантры, какие-то медитации, какие-то йогу. То есть тоже утром очень хорошо, а дальше читаем какие-нибудь книги. И вообще, понимаете, сейчас мир, он весь в апатии. Он весь не хочет жить. И поэтому это совершенно естественная ситуация, когда вы не хотите, потому что вас окружают такие люди. И идите туда, где есть вдохновение. Вот самый главный секрет. Идите туда, где хотят люди жить, хотят что-то менять. Если вы сидите в своем болоте, в котором очень тепло, то вам ничего не захочется делать. Идите, взбодритесь в себя сами. Идите туда, где люди хотят жить, и меняют себя, и меняют свою судьбу. Расскажите, пожалуйста, как вы приучили себя быть аккуратной. Знаете, я недавно заметила, что я не сильно-то и аккуратно себя приучила. Я начала любить. Я начала любить то пространство, где я нахожусь. Я начала ценить просто вот эта ценность жизни. Она пришла ко мне, когда я узнала, кто я такая, что я душа, которая получила это тело. То есть через Бога. Я вам все советовала читать различные книги. Читайте, как бы, да, это моя просто рекомендация. Опять же, это не конечная инстанция. Делайте, что хотите, что вы считаете нужным. Но я вот эту вот энергию получила. Просто вот такое понимание, что, Господи, как же у меня в жизни все прекрасно. Да спасибо тебе, Господи, вообще, что у меня вот это есть. И вот от этой благодарности, от этого чувства экстаза просто, что у меня так много есть в жизни, что это, как бы, я даже этого не заслуживаю, а оно у меня есть. И сразу ты думаешь, вот это да, Господи, у меня есть своя гардеробная. О, Боже мой, сколько прекрасных вещей. Ты их начинаешь раскладывать, они такие все будут замечательные. О, у меня есть очаровательные посудки. И у меня такая хорошая кухня. Боже мой, у меня такой прекрасный пол. Да, там такие плиты. У меня не какой-то рваный линольд. У меня пол такой прекрасный. Боже, какой ковролин. И тебе хочется его паропылесосить. Какие у меня скатерти. То есть, и как бы, и это можно, знаете, на каждом уровне. Но, что бы я могла сделать? Я могла бы думать, ха, а вот у Иры-то, у неё-то вообще-то ламинат из итальянского какого-то там древес... Не знаю, какого-нибудь там дуба какого-нибудь, а там... Или, а вот у Иры гардеробная-то 70 метров, а моя 30. Да? То есть, понимаете, это всё наша жадность внутри. Жадность вот этого, такое... Такая вонючка внутри нас. И вот эти вот шесть врагов человека, те, кто был на моём семинаре, должны сейчас, сидя в своей комнате, сказать, что это за враги человека. Эгоизм, зависть, жадность, иллюзия, гнев и ещё что-то я забыла. По-моему, вожделение. Вот эти качества, над ними надо работать. Не над чем остальным. Вот. Поэтому, как бы, когда вы сами отношения свои измените, тогда вы захотите быть аккуратной. Ну, это такое внутреннее, чисто внутреннее. Ничего внешнее вам не поможет, только внутри. Следующий пункт в этом вопросе. Откуда брать вдохновение? Как быть такой жизнерадостной, как вы? О-о-о-о! Какой чудесный вопрос! На самом деле, я всё беру от своего духовного учителя и от своей молитвы. Знаете, кто-то там говорит, типа, вот там Дорохова, там, чего-то там, не знаю, какую-то там, знаете, слишком там какая-то набожная или ещё что-то. А мне плевать, вот вообще, настолько всё равно. Я так счастлива со своей духовной практикой, как бы её там кто ни называл, да, и, понимаете, если вы хотите вот столько энергии, как у меня, ну, найдите свою духовную практику. Самое главное, чтобы она была авторитетна, чтобы это не была какая-то секта, шарлатанство или ещё что-то. Как определить, авторитетно или нет? Священные писания должны быть. То есть, если нет священных писаний, значит, это какая-то фигня. Понимаете логика? Очень простая. Священные писания и какие-то последователи, которые, ну, всё по священным писаниям живут. Есть, конечно, ещё другие критерии, но это я так вам, чуть-чуть. Дальше. А, ну и ответ мой. То есть, я беру из духовной практики своё вдохновение. Дальше. Как постоянно ощущать любовь в сердце? А, как ощущать постоянно любовь в сердце, дорогие мои? Вы знаете, что это квалификация? Это ого-го квалификация. То есть, даже люди, которые, там, не знаю, 30 лет отдают духовной практике, не все ощущают постоянно любовь в сердце. Для этого надо очень сильно трудиться. Начните хотя бы с режима дня. Я вас умоляю, пожалуйста. Хотя бы наладьте свой режим питания и режим дня. Это самое простое, что вы можете сделать, чтобы почувствовать любовь в сердце. Конечно, развивать отношения с Богом. Конечно, читать, изучать. И что самое может быть, как сказать, вот для вас, для некоторых, это может звучать слишком эзотерически, да? Вернёмся на землю. Дарите бескорыстные отношения к другим. Можете кому-то помочь. Идите, помогите. Можете помочь своей мамочке, своему папочке, своему братику, своей сестрёнке, мужу, ребёнку. То есть, понимаете? То есть, всё делаем вот таким вот образом, чтобы на бескорыстие. Запомните простую вещь. Если как бы как можно больше вы действуете бескорыстно, то есть, это бескорыстно, что значит? Не ожидая ничего взамен. Приготовила ужин, даже не ждёшь, что скажут спасибо. Даже не ждёшь, что даже вот причмокнут как-то. Даже не ждёшь, что понравится. Просто бескорыстно. Поверьте, результат колоссальный, просто он абсолютно другой. Ты начинаешь быть счастливым внутри. Потому что, когда ты освобождена от вот этой обиды в сердце, то начинается кайф по жизни. Как объяснять и объяснять ли свой переход на платье длинным, близким и просто знакомым? Хотите, объясняйте. Не хотите, не объясняйте. Понимаете? Это абсолютно нормальная мода. Зачем чего-то кому-то объяснять? Просто мне нравится. Я обалдею от этой моды и всё. Я очень люблю, мне нравится. То есть, смотрите, зависимости, конечно же, от степени родства, так скажем. Если человек очень близкий и он видит, что вы регулярно ходите в длинном платье, то, конечно же, вам будет... Ну, можно что-то объяснить, если будут вопросы. А если это просто какие-то знакомые, ну, скажите, нравится, кайфуй, обалдею, супер, всё. Попробуй. То есть, если же объяснять, то можно рассказать, что что-то более сокровенное, что вы... Почему вы носите? Почему? Я же не знаю, почему. Как бы у каждого свои мотивы. Как организовать процесс приготовления пищи по единической традиции? Что делаете вы? Оу. Я поставила алтарь в комнате. Я мою руки, рот, ноги, хотелось сказать. Ну, не, просто максимально чистый. Фартук, значит, платочек на голову. Ну, я не всегда, конечно, платок на голову одеваю, иногда не одеваю. Вот. И я не пробую во время приготовления пищи. После приготовления пищи я готовлю только вегетарианскую пищу, без лука, мяса, рыбы, яиц, чая, зелёного, чёрного, кофе, чеснока. Ну вот, короче, без этих продуктов фартука нет. А я себе купила много фартуков, у меня разноцветные, под разное настроение, да. Вот. И я не пробую во время приготовления пищи. Потом предлагаю всё это на алтаре, молитвы, мантры. Ну, смотрите сами, что вам ближе. И вот такой процесс. Дальше. Когда вы ушли от современного образа модели к нравственному, как вы находили единомышленниц, что делать девушкам из маленьких городов? Девчонки, у меня история очень такая прикольная. Я просто психанула. И ушла. И осталось ни с чем, ни с кем. Знаете, как делают фанатики глупые? Вот примерно так сделала я. Без знаний, без ничего я просто психанула и как бы создала проект Pure Fashion ВКонтакте, куда постила картинки разные, модные. И думала, как же мне это всё сделать, притворить жизнь? И постепенно обрастала единомышленницами. То есть просто люди подписывались, объединялись. Понимаете, когда мы что-то принимаем в жизни своей, то Господь, Вселенная отвечает нам на это. И естественно будут находиться единомышленниками. Это всё очень естественно. И моя духовная практика подарила мне, ну моя духовная практика, в смысле сам Господь, подарил мне очень много друзей, которые меня теперь окружают. И да, у меня все друзья практически это какие-то набожные люди, от которых я тащусь. Вот. И я счастлива в результате. Что делать девушкам из маленьких городов? Девчонки, да у нас в проекте Pure Fashion, господи, 70 или сколько там, тысяч человек. И все девчонки единомышленницы. Да какие проблемы? Смотрите, там очень много общения. Дальше. Дальше как обрести уверенность в себе. Понять, что я частичка Бога, которая ему бесконечно и бесконечно дорога. Да, понимаете? Вот мне вот это понимание, оно дало всё абсолютно. Потому что одно дело, когда ты себя принимаешь вот какой-то частью просто социума. Да, вот ты здесь там сидишь, одна. О боже, я сижу в кафе, одна за столиком, мне никому не нужна, да? И другое дело, когда ты воспринимаешь себя как частицу, которая попала в этот мир для того, чтобы какие-то проходить уроки, реализации, да, то есть такие вот моменты. Понимаете? И тогда совсем другая жизнь. Другое совсем отношение к этому всему. Вы часто пишите и говорите о целомудрии в поведении, в помыслах одежде. А какова ваша точка зрения на макияж? Яркий макияж способен делать... А, это вопрос. Яркий макияж способен сделать образ менее целомудрыным? На что должна ориентироваться женщина, пользуясь декоративной косметикой? Веды. Своё представление о прекрасном желании мужа. Об этом я говорю на своём семинаре. Приходите. Да, на самом деле, я рассказываю на своём семинаре «Чистая мода» об этом всё. Всё очень просто. Веды говорят, женщина должна быть красивой, прекрасной, ухоженной. И, естественно, если у вас блестящая кожа, пышные ресницы, яркие брови и алые пухлые губы, блестящие волосы длиной до поясницы или до ног, до ступней, то вам не нужен макияж. А вернёмся к реальности. У нас плохая экология. Плохое, там, в общем-то, всё плохое. Да, продукты, еда, не знаю, нитраты какая-то, всё какое-то такое, что нужно делать. Конечно, себя украшать как-то. И в ведах описывается, что женщине нужно макияж какой. В общем, есть три главных момента, описываемого в ведах, касаемо женского макияжа. Что должен отражать физический макияж? Он должен отражать здоровье и свежесть. То есть, наш макияж должен показывать, что мы здоровы и готовы продолжать рот. Вот такой вот нитрический макияж. Как это описывается? Что именно, вот если говорить более подробно, что это должно быть? Это должны быть подчёркнуты глаза, красиво. То есть, это могут быть тушь, ресницы. Раньше это использовалось такой чёрный, как вот подводка такая, каял называется. То есть, да, это украшение обязательно на лбу. То есть, вообще, женщина, она, в принципе, должна себя очень сильно украшать. Есть... Ну, на самом деле, блин, такой вопрос большой. Я этому довольно много... Мне кажется, целый день даже, целую лекцию я выделяю на обсуждение вот этих всех моментов. В общем, если говорить вкратце, то макияж должен показывать ваше здоровье. Румянцы, румянец ваше здоровье, то есть, какое-то, да, то есть, всегда не пренебрегайте румянными. Тушь или какой-то лёгкий, то есть, оттенок, как-то выделяйте глаза. И губы, если они не натурального цвета, то есть, надо как-то их прибодрить. Какой-то розовый, там, персиковый, я не знаю, что больше подходят какие-то помадки. Касаемо яркого макияжа. Это просто дело уже моды, стиля, понимаете? Девушка, она не может быть без стиля, то есть, ей должен, нужен какой-то стиль, а она должна себя как-то подавать в обществе, в социуме, и поэтому мы уже что-то привносим новое. Но если вы говорите о базе, то база, я сказала, румяна, губки, глаза, не смоки, ай, да, то есть, что-то отпугивающее, а что-то нежное, аккуратное. У вас должен быть ухоженный вид. И, естественно, ровный цвет лица. Рекомендую использовать BB-кремы. Планируете ли вы создание одежды для кормящих или уже поздно задавать вопросы? Значит, одежда для кормящих у нас бывает только на пуговичках, то есть, так как у меня не специализирующийся бренд на создание одежды для беременных, я, естественно, не делаю этого. Потому что в вопросе одежды для кормления, одежды для беременных, это как бы есть нюансы свои, вот, и там как бы типа секретики, да, там типа удобства. Я об этим не занимаюсь. Девочки, я хочу вас, может быть, кого-то обрадовать, может нет, но как только я буду рожать, буду беременеть, да, то есть, как только у меня будет это время, поверьте, что-то будет в коллекции однозначно, потому что я все равно останусь моделью, просто пузатой, и, конечно, я хочу показать что-то красивое. Поэтому пока это для меня не актуально, я об этом не думаю, и я выпускаю одежду больше для таких, как я, который еще на пути, да, к беременности. Как вы решаете бытовые вопросы с мужем? Разные режимы дня, разница в настроениях, привычках, как искали компромисс? Очень просто. Я просто разрешила ему быть таким, какой он есть. Я его не мучаю, не напрягаю. Я очень лояльно к этому отношусь, но, 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 я не стесняюсь говорить о том, что я считаю. То есть, я открыто говорю, мне это нравится, мне это не нравится. При этом это не значит, что если я сказала, мне это не нравится, значит, это конец света, и теперь это будет скандал или трагедия. Ну, не нравится и не нравится, я просто сказала свое мнение. То есть, ну, в таком простом плане. И что я могу вам сказать по своему опыту? Как только вы не давите, но высказываете своё мнение, и человек в курсе об этом мнении, но это спокойно, то у человека рождается желание что-то изменить в своей жизни. Как и проживать свои негативные эмоции? Если у вас это вылазит непонятно откуда, это не значит, что надо идти и сливать мужа. То есть нужно учиться, работать со своими чувствами. Как понять, что это твой мужчина, и как выделить его из числа остальных и не пропустить? А что значит не пропустить? Мужчина должен быть с вами заинтересован. Вы с ним общаетесь или не общаетесь? Что значит не пропустить? Не пропустить это он должен. А вы как бы смотрите, общаетесь с ним, понимаете? Нам всем полезно усвоить вот эту вот фишку, про которую говорит Руслан Нарушевич. Общаемся, общаемся, общаемся. Если вы не замужем, если у вас нет парня, общайтесь с мужчинами, не отвергайте их рассказать. У меня один был всегда. Ну есть, конечно, критерии выбора мужа. Ну и важно понимать, что любовь, она приходит с годами. Если бы, например, я вышла замуж, вот мы познакомились с Максимом, и я бы вышла за него замуж, я бы, возможно, даже не узнала его. То есть до замужества надо общаться. Как понять, что это твой мужчина, надо общаться. Общаться, узнавать, проводить время вместе. Других вариантов я не вижу. То есть нужно задавать вопросы. Задавать вопросы. Смотрите, вот, кстати, да. Как понять, что это твой мужчина? Задавать вопросы. Какие цели на жизнь? Какие планы? Что планирует? Когда беременеть? Кто будет зарабатывать в семье? Этот список вопросов найдите у нас в группе Pure Fashion на пути к женственности. Там прямо есть список вопросов, которые нужно успеть задать мужчине до свадьбы. И там прямо очень конкретно, очень подробно вы можете это все просмотреть. Как найти оптимальную длину юбки ниже колена, если рост 165 см и нет возможности носить каблуки маленький ребенок, за которым надо бегать? Длина оптимальная – это 10 см ниже колена. То есть коленка должна быть закрыта 10 см. Ну и смотрите, чтобы длина от щиколотки до колена делим напополам. И вот это ваша длина Миди. Устала. Я устала сидеть. Так, как быстро, на красивую. Ой, девочки, нет, я чувствую, что я уже все, я очень устала. Я как лекция вам дала, целый семинар здесь, полуторачасовой, кстати говоря. Давайте, ну или час, сколько мы там поговорили. Давайте сейчас я закрываю, да, спасибо за внимание. Я сейчас выключу и включу снова, и мы обсудим то, что вы услышали, да. То есть там я открою вам чат. Ну или как на русском языке. Я их отправляю. Продолжение следует...